Друзья, у меня до сих пор присутствует ком, в общем, я пока буду записывать свои ролики с немножечко такой разговорным, чтобы войти в русло, потому что уже говорила, просто какой-то феномен происходит с моей речью, она просто не льется. Обычно у меня настолько сильный и быстрый поток мыслей, что я просто за ним не успеваю, а тут, как и повторюсь, я просто не могу выдавить из себя ни звука, такая вот у меня проблемка. Но зато вы, мне кажется, будете видеть меня более такую естественную, более такую живую, сейчас я постараюсь еще выдохнуть, расслабиться. А я вам о чем хотела рассказать, значит, я купила себе такой вот отражатель света, и в нескольких роликах я уже его использовала, не знаю, замечали вы или нет, ну, в очках, наверное, блики вы у меня замечали, и до этого я использовала серебряный. Но мне не очень нравилось, какого я цвета, потому что мне кажется, что серебристый оттенок, серебристый отлив придавал мне еще какой-то такой излишней бледности, скажем так. Ну, не совсем такой я свежий, свежий цветочек была. Сегодня я решила поставить именно золотую сторону, и мне больше нравится, какого я оттенка, как будто бы я немного, мне кажется, даже более такая отдохнувшая, более выспавшаяся, более теплый свет. Вот мне больше нравится золотая сторона, посмотрим, конечно же, что там будет в итоге, потому что я сейчас сижу в очках, но я все равно, честно признаюсь, не вижу, что там у меня на экранчике показывает. Я очень надеюсь, конечно же, что я в фокусе сейчас нахожусь, но если вы видите разницу, если вы ее увидели, да, потому что я не использую в своих роликах цветокоррекцию, я делаю только чуть побольше четкости картинки, а так я цвета ничего не меняю. Если вы видите разницу, то напишите, пожалуйста, какой вам, какой вам потон нравится больше, потому что мне больше золотой. Ну, вот, по крайней мере, то, что я сейчас вижу в экранчике. Так, я немножечко разговорилась. Привет, огромная моя хорошая. О чем я с вами хочу сегодня поговорить? Освежающие ароматы. У нас все чаще сейчас именно такая теплая, прекрасная солнечная погода. Все равно, конечно же, есть прохладный ветерок, но все равно хочется носить уже такие более легкие, акватические, цитрусовые, водянистые, полупрозрачные ароматы, потому что хочется освежиться. Но я все равно использую достаточно такие сложные, тяжелые ароматы. У меня также появилась одна моя парфюмерная любовь, но об этом мы с вами поговорим в другом ролике. Сегодня хочу вам рассказать о пяти замечательных освежающих ароматах. Здесь также будет две шикарные просто новинки. Они у меня появились не так давно, и честно признаться, я даже не ожидала, что они мне настолько сильно понравятся, поэтому, конечно же, я вам обо всем об этом хочу рассказать. Ссылочки на ароматы обязательно оставлю внизу в инфобоксе, поэтому заходите, смотрите. Про промокод на рандеву, конечно же, тоже не забывайте. Также хочу вам выразить огромнейшую благодарность за то, что вы используете мой промокод, потому что это в любом случае поддержка моего творчества. Первый аромат, с которого я хочу начать, он сейчас мне очень по цветовой гамме подходит. Это Монсера Мелодия Солнца. Честно признаться, я давненько ничего себе не покупала от бренда Монсера, потому что там есть ароматы, которые я очень сильно люблю. Подхожу периодически, все равно тестирую некоторые ароматы, потому что мне нравится, как делают ароматы своей бренда Монсера. Но далеко не все, к сожалению, хочется мне себе приобрести в коллекцию. Мелодия Солнца это тот аромат, который вы мне рекомендовали, за что, опять же, хочу выразить огромнейшую благодарность. Много раз говорила, что всегда прислушиваюсь к вашим советам, всегда прислушиваюсь к вашему мнению. К некоторым ароматам, даже, допустим, если они меня не зацепили, но вы настолько хвалебные отзывы о них говорите, я либо заказываю себе вслепую, я любительница покупать ароматы вслепую, либо же я заказываю себе от Левант или иду опять заново тестирую в магазин. Поэтому огромнейшее спасибо. Мелодия Солнца это как раз-таки тот аромат, про который меня спрашивали в прошлом году. Мое мнение, я, собственно, была, как вы понимаете, незнакома с данным ароматом. И по вашей наводке я пошла в магазин, протестировала данный парфюм. Мне он очень понравился. Это было где-то, ну, ближе к лету, вот тоже теплая погода уже была на улице. По-моему, это даже было летом, если мне не изменяет память. Я заказала себе пробничек полтора миллилитра на рандеву. И после, наверное, двух дней разнашивания данного аромата я приняла решение, что однозначно мне нужен флакон, потому что очень красивый, освежающий. Это парфюм про цитрусы, про чай и про цветы. В нем настолько комфортно в жару. Он как прохладный зеленый чай с лепестками цветов, с лепестками жасмина, с цитрусами. Ну, не явными прям такими, не свербящими, не искрящимися. Но такая вот цитрусовая свежинка присутствует в данном аромате. С ним очень комфортно, повторюсь, ходить именно в жаркое в летнее время года. Мне очень нравится оформление флакона. Постараюсь сделать подъем. Если не забуду поближе, чтобы вы посмотрели всю эту красоту. Здесь идет переход от золотого к более прозрачному. Стойкость у данного аромата, кстати, тоже очень хорошая. Поэтому присмотритесь обязательно к «Мелодии солнца», если вы ищете какой-то себе чай на такой вот цитрусово, но с цветочными оттенками, потому что, по-моему, здесь жасмин есть. И я как раз-таки его ярче всего ощущаю. Очень классный аромат. Его спокойно можно также носить на работу, потому что он очень приятный, очень располагающий. Обязательно присмотритесь, если вдруг обходили его стороной. Также, конечно же, моя любовь и вот такой вот безумно красивый аромат не так давно также прониклась любовью к бренду отелье Д'Орс. Это аромат «Памела Ривьера». Это очень красивый, очень соленый парфюм. Здесь ярко чувствуются такие крупные крупинки соли, фруктовые шкурки. Здесь есть роза на полутонах, но я не всегда слышу на себе розу в данном аромате. Сразу хочу об этом сказать. Единственное, что я здесь очень ярко слышу жасмин. Причем некоторые люди жасмина в данном аромате ярко ощущают, а некоторые вообще не замечают, что он здесь присутствует. Но для меня здесь жасмин идет индольный. Представьте, что вы на берегу какого-нибудь пляжа, в отпуске отдыхаете, и на вас веет морской бриз, и где-нибудь рядом растет жасминовый куст. Это очень красиво, это очень освежающе, прохладно. Причем ноту соли я обожаю носить в любое время года. То есть, будь то зима, будь то жаркое лето. Соль, она звучит всегда прекрасно. Просто в более прохладное время года, в ароматах, где присутствует именно нота соли, соль более ярко ощущается. А в более теплое время года, и остальные компоненты в аромате начинают более ярко звучать. Но помыла ривьера я вам очень рекомендую, потому что это, наверное, ну, пока что на данный момент единственный аромат из вот этой вот их синенькой коллекции, который меня очень сильно зацепил. По стойкости он на мне, кстати, стойкий. Что для меня было удивительно, потому что это цитрусы, это соль. Здесь есть даже какая-то немножечко молекулярность, на мой взгляд, но мне безумно нравится. И, конечно, очень меня манит вот это вот золотишко, которое плавает во флаконе. А также аромат, который я безумно сильно люблю. Сейчас его чаще носит мой супруг, потому что он тоже влюбился в этот аромат. Мой от Ливантик уехал сначала к нему в парфюмерный гардероб, познакомилась с ароматом, когда заказала себе 8 мл, опять же, на рандеву. И просто это была любовь с первого вдоха. Это было что-то просто невероятное, потому что мне срочно нужен был этот аромат. Maison Francis Courjane Gentle Fluidity Silver. Именно многие девушки очень хвалят именно версию Gold. Но для меня Gold показался немножечко вторичным. Да, он безусловно красивый. Возможно, я бы тоже хотела себе его иметь в коллекцию. Но Silver меня покорил, повторюсь, с первого вдоха, потому что это настолько красиво. Во-первых, это аромат унисекс. Это аромат, который будет долго на вас держаться. В нем есть такая, знаете, полупрозрачная переливчатость в плане того, что вы его наносите. Вы можете его сначала ярко от себя ощущать, потом вы перестаете его слышать, а потом вы с новыми силами начинаете ощущать. Про прохладный джентоник с можжевельником, с мускусом. Много с бобами тонка. Он безумно приятный. Это не тот парфюм, который будет шибать всех вокруг. Его спокойно можно носить на работу. Если любите такие ароматы немного с характером, если любите ароматы полноценной унисекс, то я однозначно вам рекомендую присмотреться к парфюму Gentle Fluidity Silver. Аромат, который я заказывала себе вслепую, это мой очень сильно полюбившийся бренд Аркадия. Также вам уже рассказывала о двух ароматах, которые у меня есть в коллекции. У них такое вот интересное очень оформление. В виде книжки вы ее открываете. Здесь такая вот шуршалочка и сам, собственно, флакон. Аркадия вообще арабский бренд, но для меня здесь больше все-таки, знаете, как-то на европейский нос, потому что арабские ароматы, они такие густые, насыщенные, они ух, я пришел. Здесь достаточно все культурно, политкорректно. Некоторые ароматы даже больше такие, как легкие невесомые дымки. Наурик не является исключением. Я его заказывала, опять же, вслепую. Здесь, кстати, флакончик 100 миллилитров. Единственное, что почему-то в этот раз у меня распыление данного аромата идет как будто бы, ну, не могу сказать, что прям струей, но в двух предыдущих ароматах, которые есть у меня от данного бренда, они такие прям супер мягкие, как облачко. Возможно, здесь у меня просто какой-то заводской брак в именно пульвике. Ничего не течет ни в коем случае. Это аромат, который сравнивают с парфюмом Барбари. Забыла, как он выглядит. Обязательно забыла, как он называется. Обязательно здесь его где-нибудь картинку вставлю. Честно признаться, я с этим Барбари не знакома. А также этот аромат сравнивают с Лилаба Энадо 13, где есть груши. Для меня это очень красивый, интимный, молекулярный, я бы даже сказала, парфюм. Аркадия, кстати, бренд, которому обязательно нужно настаиваться. Также хочу сделать на этом акцент, потому что многие ароматы у них такие более воздушные, прозрачные. Когда вы только получаете флакон, он не очень стойкий, но где-то недельки через две, через три совершенно уже другая картина раскрывается. Хоть он и с вас не орет, но он долго на вас держится. Держится как облачко. Я вот обожаю просто Милки Маска. Именно Фиба 13 тоже моя любовь на тему ванили, на тему смол. Тоже много раз вам рассказывала про этот аромат. Аурик, тему специи, то есть я здесь ощущаю немного, как будто бы черного перца, но мне чихать от него не хочется. Кстати, его также сравнивают с молекулой единичкой, честно говоря. Ну да, в нем есть что-то такое молекулярное, но я ни в коем случае не могу их поставить на одну полку. Они не являются взаимозаменяющими, потому что здесь есть немного цветочных оттенков. Здесь есть тонкое звучание груши, причем груши, я бы даже сказала, наверное, это больше сезонная и кожурка груши. Больше здесь все-таки сладости дают цветы. И здесь очень мягкий мускус. Если вы любите молекулярные, легкие, воздушные, окутывающие ароматы, но опять же не орущие ни в коем случае, то я вам очень рекомендую обратить внимание на аромат Аурик, потому что для меня, как я любительница молекулярных, порой нюдовых ароматов, это прям действительно находка. Наношу я этого аромата достаточно много, сразу хочу об этом сказать, регулярно его обновляю. Даже здесь момент времени, то есть аромату нужно постоять, и уже потом можно будет судить о его стойкости. Но по практике все ароматы Аркадия, они настаиваются со временем. Последний аромат, о котором я вам хочу рассказать, я на самом деле была о нем очень сильно наслышана. Многие его, очень многие его хвалят за его звучание. Честно признаюсь, была незнакома, безумно рада, что познакомилась с данной парфюмерной композицией, потому что она, конечно же, просто покорила мое сердце. Я три дня подряд поливалась данным ароматом, потому что настолько свежо он звучит. Это, конечно же, Серж де Монтен «Поцелуй дождя». У них, кстати, изменилось оформление. Раньше были шкатулки, сейчас вот такие вот просто коробочки. Тоже очень презентабельно выглядит. Флакончик у них идет 50 мл, и у него такая вот деревянная крышка. Вы знаете, это аромат, который действительно олицетворяет природу, погоду после дождя. Во-первых, у него такое достаточно нежное распыление. Я вот сейчас его нанесла, и просто у меня пошли вот эти вот эмоции, когда я только первый раз вдохнула данный парфюм, потому что это настолько природно, опять же. То есть, если вы любите легкие, зеленые, воздушные, свежие ароматы, то вам обязательно нужно присмотреться к «Поцелуй дождя», потому что я вот первый раз, когда его потестировала, тоже Карине писала, потому что она мне как раз-таки очень советовала этот аромат. И я пишу ей свои эмоции, и у нас они совпадают. Единственный момент в этом аромате не очень хорошая стойкость, но аромат также имеет свойство настаиваться. Тоже имеете это в виду, поэтому, собственно, я им поливаюсь, потому что мне не хватает цепкости в данном парфюме. Я делаю себе отливантик в сумочку и ношу его с собой. Когда перестаю чувствовать, просто его обновляю и получаю, опять же, вот этот вот заряд положительных эмоций. Чем пахнет этот аромат? Если вы посмотрите его пирамиду, то там очень много зелени, там много травы, но такой вот как бы больше акватический парфюм. Я здесь на старте очень ярко слышу зеленую траву, на которой есть капельки росы. И причем, что меня зацепило в этом аромате, каждая нота, которую я ощущаю в данном парфюме, она как будто бы с водой. То есть акватика очень хорошо здесь ощущается. Здесь есть и трава. Я здесь очень ярко чувствую фиалки, на которых стекают вот эти вот капельки теплого летнего дождя. Они соединяются с пыльцой, и пыльца начинает более ярко звучать. Также я здесь слышу очень такой красивый, душистый, но ни в коем случае не индольный жасмин. И я здесь слышу сирень. Он настолько красивый, он настолько освежающий. Картинка в моей голове рисуется, когда теплый летний или конца весны день, идет теплый, опять же, дождь. Капельки на растениях, на траве, на цветах, они еще присутствуют. Они вот, опять же, повторюсь, соединяются с этой пыльцой, с этой зеленцой, и начинают как-то больше нагреваться, что ли, под лучами солнца, и начинают более ярко звучать. Никакой духоты в этом аромате нет. Он безумно красивый. Он очень женственный. Почему-то он ассоциируется у меня именно с фиолетовым цветом, потому что я здесь слышу ярко и фиалку, и, опять же, сирень. Такую душистую, ненавязчивую. Безумно красивый аромат. Это единственное, что буду его отставить, если вы ищете себе такой легкий зелено-цветочный аромат с акватикой. Но никакого морского бриза здесь нет, скажем так. Вам однозначно рекомендую попробовать поцелуй дождя, потому что для меня это, наверное, один из самых сейчас прекрасных, настолько тонких, легких, воздушно-цветочных ароматов. Я, повторюсь, даже не ожидала, что настолько сильно мне понравится этот аромат. Поэтому, конечно же, тоже вам его рекомендую. Я видела, что у них также есть еще один аромат на тему дождя, но я с ним не знакома. Также, если вы знакомы с поцелуем дождя, обязательно напишите свои впечатления. Также про любой аромат, о котором я вам сегодня рассказала, напишите свои впечатления, как вы слышите эти ароматы. Итак, друзья, на этом все. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Я надеюсь, что вам было меня интересно смотреть и слушать. Пишите, конечно же, свои впечатления, если вдруг знакомы с этими ароматами. На этом я с вами буду прощаться. Огромнейшее спасибо за внимание. Огромнейшее спасибо за время, которое вы мне уделили. Я вас всех обнимаю, целую. Пока-пока, до новых встреч.